Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Нарушение тишины и спокойствия наказывается. Очередное заседание административной комиссии. Кажется, какой целью совершает? Сылью продать и своей целью хочешь. Полицейскими задержан дачный воришка. Чем пора была ниже, тем шансов больше, что мяч пойдет в душу. Итоги городского конкурса по математике. Рубень, правильно ты сказал? Ну не стирай, а глади. Открытие выставки рословского художника. Весенний концерт театра песни «Шанс». А теперь об этих и других событиях подробнее. Торжественная церемония гашения почтовых открыток. 55 лет первому полету человека в космос прошла в центре региона. В церемонии приняли участие дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Владимир Джанибеков, вице-губернатор Ольга Окунева и митрополит Смоленский и Рославский, Исидор. В администрации Десногорска состоялось очередное заседание комиссии, в обязанности которой входит определить степень виновности нарушителя областного административного законодательства и вынести решение о наказании. 12 апреля всего было рассмотрено 42 протокола. По статье 17.4 областного закона нарушения благоустройства рассмотрели 23 протокола. Как выяснилось, чаще всего нарушители паркуют автомобили на газонах или перекрывают подъезд для спецтехники. За это по 14 протоколам вынесен штраф в размере 3 тысяч рублей. По двум решено прекратить дело, а по семи нарушителей оштрафовали на 4 тысячи рублей. Для юридических лиц штрафы ещё больше. С такими санкциями парковка автомобиля может обойтись в кругленькую сумму. По статье 27.4 за нарушение тишины и спокойствия рассмотрели 19 дел. Из них по 12 вынесены предупреждения. А по остальным семи нарушителей наказали штрафом в тысячу рублей. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию более полутора тысяч штук шкурок норки. Ценный груз следовал в Подмосковье из Республики Беларусь без ветеринарно-сопроводительных документов. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в Смоленске задержан подозреваемый в серии краж из дачных домов. В настоящее время установлена его причастность к семи эпизодам преступной деятельности. Подробности в нашем сюжете. По версии следствия, подозреваемый житель Смоленска 1985 года рождения совершал кражи из дачных домов в посёлке Вишенки в период с марта по апрель текущего года. При задержании подозреваемого по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного. Данный гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений имущественного характера. А в декабре 2015 года был освобожден из мест лишения свободы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Приближается сезон отпусков. На железной дороге России готовятся к массовым пассажирским перевозкам, заботясь о запуске дополнительных поездов. Больше всего пассажиров поедет на побережье Чёрного моря и Северный Кавказ, поэтому дополнительный транспорт будет запущен из Москвы в Адлер и Анапу, а из Смоленска в Новороссийск. 12 апреля в Третьей школе нашего города прошёл первый открытый конкурс по математике. Организаторы посвятили его Дню космонавтики. Показать свои знания по этому предмету собрались ребята со всех школ Десногорска с 5 по 11 класс. На конкурс было представлено 9 работ, как индивидуальных, так и коллективных. Участники конкурса в открытом режиме публично защищали свои работы, а также отвечали на вопросы членов жюри. Оценки выставлялись по пятибальной шкале. Лучшей работой признано пособие для решения практических задач на проценты учащихся 10 класса средней школы номер 3 Константина Калачёва и Ольги Седачёвой. Второе место у пятиклассницы с первой школы Анна Мамаева и Ксения Куриная подготовили конкурсную работу «Математика в кройке и шитье». Учащиеся 11 класса третьей школы Анна Демидович, Мария Телишева и Светлана Кравченко на третьем месте. Их работа – виды движения. Также жюри конкурса отметила в специальной номинации за научный подход работу Антона Цыганкова, семиклассника из четвёртой школы. Все участники конкурса получили дипломы, грамоты комитета по образованию Десногорска и подарки от Смоленской АЭС. Учителя, подготовившие ребят к конкурсу, отмечены благодарственными письмами комитета. С 18 апреля по 18 мая на территории области пройдёт ежегодный благотворительный марафон «Пасхальные дни милосердия». Организаторами являются Смоленская метрополия и администрация области. Его цель – возрождение лучших духовных и милосердных традиций в дни празднования Пасхи. 14 апреля в холле детской художественной школы Десногорска состоялось открытие выставки рослальского художника и педагога Михаила Сотникова. Подробности в нашем сюжете. Ещё ребёнком Михаил Сотников заинтересовался живописью. Он посещал художественную студию при Рослальском музее. Затем выпускник художественно-графического факультета Смоленского педагогического института. Его обучали такие художники, как Преображенский, Ласкин и Леонкина. Свой трудовой стаж он начал преподавателем в школе, был начальником штаба на Смоленской АЭС. Но творчески работать никогда не переставал. Писал этюды, много участвовал в выставках. Я работаю только маслом. И своих деток, когда я учу, я им объясняю, говорю, живописать. Живописать – это маслом писать. По-настоящему Михаил Николаевич нашёл себя, когда пришёл в ДК «Россия» и организовал там детскую художественную студию «Палитра». Ребята, которых он обучает, побеждают на конкурсах самого различного уровня. Сам же, как живописец, сотников много работает. Он умеет передать любовь к скромной и неброской природе родных мест. И то удовольствие, которое он получает, перенося на холст всё, что привлекло внимание, и затрагивает душу. Нанёс массу цветовую себе, а потом взял соты, намазал более светлым таким охру с бенилом, раз, приложил, и вот и всё, как настоящее. Понятно? К нам художник привёз работы, в основном написанные в жанрах пейзажа и натюрморта. Но у него есть излюбленный круг тем. Это природа средней полосы России, с детства знакомая и любимая. Все элементы композиции направлены на создание художественного образа, что свидетельствует о творческой зрелости мастера. Посетив выставку, понимаешь всю многогранность его творческой натуры. Сейчас художник находится в расцвете творческих сил. Он полон идей и желания работать. В 15-й пожарно-спасательной части Десногорска прошёл день открытых дверей. В гости к огнеборцам пришли учащиеся шестых классов четвёртой школы. Ребятам рассказали, как зарождалась пожарная охрана в нашем городе, показали предметы боевой одежды, пожарно-спасательное оборудование и пожарные автомобили. 14 апреля состоялся отчётный концерт Театра песни «Шанс». Весна идёт, весне – дорогу. В зале не было свободных мест. Впрочем, как и всегда на выступлениях этого творческого коллектива. Весенние концерты – это уже сложившаяся традиция «Шанса». Перед десногорцами в этот раз выступала взрослая группа театра. Это давно известные и популярные артисты, о которых знают не только у нас в городе, но и далеко за его пределами. В концертной программе принимали участие и давние друзья коллектива – ансамбль «Кураж», «Радуга» и «Веселинка». Детская библиотека нашего города приглашает посетить развлекательную программу под названием «Библионочь. Детское измерение». Все желающие смогут провести вечер следующего четверга интересно и с пользой. Гостей ожидает пиратский квест, игра фантастов, медиамарафон, литературный кинозал. И в заключении любительское видео чудесного спасения животных. Два молодых оленя попали в смертельную ловушку и практически перестали бороться за свою жизнь. Люди при помощи экскаватора пытались расчистить путь животным, однако к тому моменту они с трудом поднимались на ноги, так что до твердой земли точно бы не добрались. Тогда водитель тяжелой техники решил сменить подход. Подцепив одного оленя ковшом, он аккуратно вынес его из грязевого болота и отпустил на свободу. Следом за ним отправился и второй олень, застрявший в грязи. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин